Женщина отдыхает, когда приходит на лекции. Ей нужно познавать, как устроен мир. Вот она садится, лекцию слушает, думает, как хорошо. Если ее спросить, допустим, о чем лекция была, она скажет, мне очень понравилась лекция. А о чем, я не могу сейчас сказать, но очень понравилась. Потому что женщина на лекции все впитывала, всасывала в себя. То есть она не то, что ничего не поняла, она все поняла, но просто она не может конкретно сказать, что она поняла. Она все впитала это в себя, и потом в жизни, когда это всплывает, она уже знает, что это так, это так, потому что она все это всосала в себя. И в это время она отдыхает очень сильно сердцем женщины на лекции, очень сильно. Поэтому ей, женщине, нужны всякие кружки там посещать. Мужчина часто говорит, слушай, ты меня задолбал, то один кружок, то второй. Вот, понимаете, все женщины отдыхают по-разному. Некоторые женщины, я как бы, мужчины, ну, я, конечно, я вас, ну, как бы, не проклинаю на это. Но некоторые женщины отдыхают только в супермаркетах. Это означает, ну, вы просто, если вы понимаете, если вы замуж берете девушку, вот смотрите, я сейчас вам объясню, чего вам придется принять в жизни. Запомните, женщины, у мужчины, у каждого есть привычки. Эти привычки переделать или поменять очень сложно, практически невозможно, очень сложно. Вот какие привычки у нее есть, вы, если согласны с ними, значит, вот живите. Вот, допустим, мужчина склонен курить или склонен выпивать или склонен гулять там. Ну, то есть, это привычки, вредные привычки у мужчины, это его недостатки, естественно. Ага, спасибо большое. У мужчины, вот это его естественные недостатки, вредные привычки. У женщины тоже есть естественные недостатки, хотя у женщины должно быть недостатка. У нее есть эти недостатки, естественно. Это ее зона отдыха. У каждой женщины есть зона отдыха. Одна отдыхает, когда покупает вещи. Другая отдыхает в тишине, чтобы никто не подходил. И это надо ей предоставить. Ты должен ей давать возможность быть одной и не трогать ее в это время. Третья женщина отдыхает в общении с подружками. Вот она болтает с ними, это для нее отдых. И если она отдыхает, общается, и ты в это время ей сказал, хватит болтать, ты уже полтора часа болтаешь, то для нее это будет просто кошмар. Потому что, ну представьте, вы отдыхаете, у вас кто-то будет, допустим, спите, это неприятно, невозможно жить в такой обстановке. Вот. Следующая женщина, она отдыхает, ей надо куда-то съездить. Какую-то поездку, допустим. Вот она отдыхает. Она, если не съездила, она с ума сходит. Мужчины, я как бы, поймите, что, как бы, я не хочу вас проклинать, но некоторые женщины отдыхают, когда им покупают дорогие украшения. А по-другому они не отдыхают. Ну, хочу сказать, заранее, что такие женщины обычно находятся, таких мужей, которые могут это делать. По-другому они замуж не выходят. Ну, то есть, ну, обычно, как бы, идут вот такие... Но поймите, вот как женщина отдыхает, это переделать невозможно. Вот что для нее является отдыхом, расслаблением, это как, ну, можно сказать, как добрая, вредная привычка. Ну, то есть, у мужчин злые, вредные привычки, а у женщин добрые. И вот эту привычку уже не переделать, невозможно. Вот она вот так отдыхает, значит так, все.